Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Арсений Ковалевский. Смотрите в этом выпуске. Доступная медицина. В поселке Андреевка заработала социальная аптека. Возрождение отрасли. Саженцы Севастопольского винзавода благополучно перезимовали. Дорожные вопросы. Какой из трех предложенных проектов федеральной трассы Таврида реализуют в Севастополе? Жители Андреевки теперь могут приобрести необходимые лекарства, не выезжая из поселка. На базе фельдшерско-акушерского пункта здесь открыли социальную аптеку. Так, в регионе реализуется программа по улучшению лекарственного обеспечения жителей сельской зоны. Доступность медицины в отдаленных районах Севастополя проверил губернатор Сергей Миняйло. Подробности далее. За льготными лекарствами жителям Андреевки теперь не придется ехать в город. В селе на базе фельдшерско-акушерского пункта открыли новую социальную аптеку. Теперь все предельно просто. Получив у лечащего врача рецепт, необходимые медикаменты можно взять на месте. Это новшество демонстрирует руководство департамента здравоохранения губернатору. Во вторник Сергей Миняйло инспектировал доступность медицины в отдаленных районах. На сегодняшний момент самое главное, самое главное, это то, что вот в таких селах-поселках у нас в основном живут пожилые люди и ветераны. В том числе и льготники, которым надо отпускать лекарства, в том числе и доставлять домой с доставкой. Они на это имеют полное право. Вот сегодня в наших селах уже льготный отпуск лекарств есть и есть доставка. Старенький фельдшерско-акушерский пункт в Андреевке выгоднее отремонтировать, чем строить новый, а далее реорганизовать его во врачебную амбулаторию. К такому выводу пришли в департаменте здравоохранения, обследовав здание. Соответственно, предлагают губернатору идеи включить в городской бюджет капитальный ремонт помещений. Сегодня здесь только терапевт-педиатр. Планируем сюда вывезти акушера-гинеколога, уролога. Вот Арина Леринбовна. Терапевт-педиатр и гинеколог приезжают. И бывает, что выездные бригады ежемесячно приезжают в врачи. А там достаточно того, что ежемесячно или надо чаще? Нет, конечно, это чаще. Давайте мы чаще сделаем. Сегодня здесь работают выездные бригады, специалисты. Капитальный ремонт, просто капитальный, нормально будет. И здесь порядка будет 20 кабинетов. Это будет амбулатория. Пока проблема будет решаться следующим образом. Раз в месяц сюда приезжают выездные бригады. Этого мало. Или приезжать специалисты будут чаще. Или уже поручение данного рассмотреть дополнительные единицы в штате. Те, которые необходимы. Первичная помощь должна быть доступна. Именно поэтому департамент здравоохранения совместно с профильным министерством разработал программу территориального планирования, в которой прописано, где будут размещаться медицинские учреждения всех уровней, в том числе и в отдаленных районах. Если до сегодняшнего дня на территории Севастополя в первичном здравоохранении присутствовало 12 ФАПов и 2 врачебных амбулатории, под контролем Министерства здравоохранения Российской Федерации, принято следующее решение. На сегодня планируется дополнительно развернуть врачебные амбулатории. Их будет уже не 2, а 8 врачебных амбулаторий. Планируется дополнительно развернуть фельдшко-акушерские пункты. Их будет уже 17 фельдшко-акушерских пунктов. При этих лечебных учреждениях будут развернуты аптечные пункты, как вот сегодня примеры вы его покажете, где будет осуществляться обеспечение населения лекарственными препаратами и, самое главное, льготной категории граждан. Следующий этап улучшения – это льготники, которых сегодня в сельской местности проживает более 1200 человек. И вот эти 1200 человек должны были ездить в город Севастополь, то есть в городскую местность, на длинные расстояния с пересадками. Большинство этих людей, конечно, маломобильные граждане, что представляло значительные сложности в получении этих лекарств людьми. Сегодня эта проблема разрешилась, потому что абсолютно во всех наиболее крупных сельских муниципальных образованиях – это Терновка, это Верхнесадовая, это Андреевка, это Инкерман, это Орлиная, значит, Кача – осуществляется отпуск лекарств льготным категориям. То есть три на севере, три на юге. Мало того, три аптеки сегодня имеют возможность адресной доставки на дом. Сергей Миняйло поручил расширить число аптек, доставляющих лекарства льготникам на дом. А проблему нехватки кадров рассчитывают решить с привлечением специалистов с материка. Пока будут строиться новые амбулатории и фельдшерские пункты, в Севастополе ждут новых специалистов и даже решили, как их стимулировать. Речь идет о выплате миллиона рублей подъемных работникам с высшим медицинским образованием, которые пять лет будут трудиться в государственных учреждениях здравоохранения. Всего по этой программе планируют привлечь в Севастополь 26 фельдшеров и 46 врачей. Анастасия Журга, Анна Малышко, Михаил Волобоев, информационный канал Севастополя. Новую трансформаторную подстанцию установили в поселке Андреевка. Теперь здесь снова есть электричество во всех домах. Напомним, из-за крупной аварии часть поселка осталась без электроснабжения. Из-за перегрузки сетей сгорело около 150 метров кабеля. На несколько дней пришлось подключать дизельные генераторы, чтобы обеспечить Андреевку электричеством. На все работы по установке подстанции и прокладке кабеля потрачено около 630 тысяч рублей. Деньги были выделены из резервного фонда. Обслуживать линии будет ГУП «Аварийно-диспетчерская служба». Работа по бесхозным линиям в Департаменте городского хозяйства и Департаменте имущественно-земельных отношений идет постоянно. Все выявляемые линии ставятся на баланс города и передается в управление нашей государственному унитарному предприятию «Аварийно-диспетчерская служба». Таким образом, эти сети тоже на данный момент уже приинвентаризированы и на ближайшем заседании правительства мы будем выносить и включать их в казну города, для того, чтобы в дальнейшем их обслуживать. На данный момент этой станции по трансформаторам с запасом хватит, по моему пониманию, на ближайшие года три. Учитывая то, что Андреевка не будет стоять на месте, то, что в этом году Севэнерго заканчивает проектирование сюда новой подстанции крупной, высоковольтной, которая будет на объезде, на следующий год они планируют это строить. Кроме этого, у нас в этом году планируется к Андреевке подвезти и начать строительство газопровода. Таким образом, полностью комплексный подход по энергонезависимости поселка. Виноградная лоза, высаженная в прошлом году на землях Севастопольского винзавода, перезимовала без потерь. В прошлом году государственный завод закупил 350 тысяч сербских саженцев, которые высадили на 150 гектарах. Это безусловное достижение последних лет, а то и 10-20, ведь ранее здесь были пустыри. О перспективах государственного предприятия в преддверии сбора урожая расскажут мои коллеги. Это архивные кадры. Декабрь 2015-го. Севастопольский винодельческий завод закладывает новую виноградники. Саженцы везли из Сербии, а предприятие только-только зарегистрировалось резидентом свободной экономической зоны. Пройдет всего полгода, и черенки станут кустарниками. Уже в июле, пережив первую зиму виноградное поле, зеленое, что называется, отсюда и покуда глаз видит. В цифрах это 150 гектаров ранее запущенных земель, которые начали поднимать после того, как город решил возродить собственное агропромышленное объединение. То, что разрушалось годами, теперь создается по крупицам. Для того, чтобы эта лоза стала приносить полноценный урожай, нужно как минимум пять лет. Сегодня по зеленой массе, по приросту видно, что виноград прижился хорошо, все в порядке с ним. Цыплята, так понимаю, по осени считают. То есть нужно дождаться даже, во-первых, этой осени, а вообще, по большому счету, и даже и следующей весны. Потому что саженцы еще молодые, и есть вероятность зимних каких-то заморозков. То есть пока виноград чувствует себя хорошо. Хорошо. 150 гектар – это много, да, это много. Там таких посадок за последнее время ни в Севастополе, ни в Крыму я не припомню. Насколько я помню, там во всем Крыму, данные по Крыму, не по Севастополю, а именно по Крыму, там были такие, что за прошлый год, по-моему, 250 гектар всего посажено. То есть 150 гектар для одного хозяйства – это много. В планах еще больше. На 2016-й готовят почву под 150 гектаров. Сезон для высадки саженцев – это весна, осень. В приоритете технические сорта для производства местных шампанских вин – это Каберне, Мерло, Шардоне. Потенциально для обеспечения нужд нашего предприятия, потребностей в виноматериале, необходимо посадить где-то от 1000-1200 гектар винограда. Это будет позволять, в общем-то, закрыть потребности предприятия полностью. Поддержка и развитие имеющихся предприятий – один из приоритетов работы правительства. Севастопольский винодельческий завод в этом плане показывает плюс и в количестве кубков и наград. Так, например, на прошлой неделе из международного конкурса в Ялте местные виноделы привезли в Севастополь гран-при и три золотых медали. Достаточно неплохо продукция продается наша, мы идем с неплохим приростом относительно прошлого года. Поэтому я надеюсь, что процентов на 20, а то и больше, к прошлому году прирост в количественном выражении у нас получится. Что касается урожая, то я думаю, что он тоже будет раза в полтора минимум лучше, чем в прошлом году. Я думаю, что, наверное, по году это может быть до миллиона бутылок. Кроме освоения земель на винзаводе работают и над начинкой, создавая новый конкурентный продукт. Хитом этого года стала линейка «Города-герои», первая партия которой в мае разошлась всего за две недели. Анастасия Шурга, Анна Малышка, Михаил Волобоев, информационный канал Севастополя. В Севастополе требуется порядка двух тысяч сборщиков винограда, однако желающих работать в поле мало. Об этом и не только говорили на заседании круглого стола в Севастопольском центре занятости. Рассмотрели и ряд проблем, среди которых низкие зарплаты, нехватка специалистов агропромышленного, комплекса строительного и морского сектора, а также с трудоустройства пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. За минувшее полугодие в Севастополе прошли ярмарки, вакансии и семинары по профориентации. Заключено соглашение с девятью работодателями на трудоустройство несовершеннолетних граждан. Набирают популярность и студенческие отряды. Молодые люди получили трудовые книжки с записью о своем первом опыте работы. По результатам работы центра занятости с общественными организациями запущены программы профессиональной переподготовки. Теперь специалисты с высшим образованием могут получить дополнительную востребованность специальность. К социальным программам подключаются и севастопольские предприниматели, которые с каждым годом открывают больше рабочих мест. В перспективе центра занятости сотрудничество с учебными заведениями по подготовке кадров для новых специальностей, сокращение уровня безработицы и неофициальные трудоустройства, также увеличение количества рабочих мест для всех категорий граждан. На сегодня вакансии в основном у нас по рабочей профессии в порядке 70%. А на учете состоит лица базовое высшее образование, поэтому дисбаланс есть. И наша задача сегодня, чтобы совпали предложения, предложения, и мы над этим будем работать. Поэтому профессиональный традиционный состав должен соответствовать имеющим вакансии. В департаменте образования был разработан и утвержден план совместных мероприятий после действий трудоустройств, после непоконного лета. Составляется перечень предприятий, где ребята могут пройти либо производственную практику, либо они могут воспользоваться вот такой услугой, как вообще временной работы. Крым оказался единственным российским регионом, в котором не наблюдается отрицательной динамики роста экономических показателей. Экспертизу провели сотрудники высшей школы экономики по пяти показателям – промышленности, строительству, розничной и оптовой торговли, также платных услуг. Рецессия не наблюдается только в Крыму. В Центральном, Северо-Западном, Южном, Поволжском, Сибирском и Дальневосточном округах показатели оказались средними. Урал и Северный Кавказ – в отстающих. Поводов для роста пока не наблюдается. В мае по экономической активности лидерами были Белгородская и Ленинградская области, Краснодарский край, Удмуртия, Пензенская область, Крым и Севастополь. Симферополь-Севастополь Будет ли новая трасса Симферополь-Севастополь короче на 14 километров? Пойдут ли дома вдоль дороги в Верхнесадовом-Паснос? Уничтожит ли новая магистраль уникальный сероводородный источник? Такие вопросы возникли при обсуждении проекта федеральной трассы Таврида – Керчь-Севастополь. В заседании учли мнения экологов, общественников, представителей правительства и Заксобрания. Подробности далее. Севастопольский участок федеральной трассы Таврида может быть реализован в трех вариациях. Первый вариант – расширить до четырех полос ныне существующую дорогу от Верхнесадового до Инкермана. Второй – обойти село Верхнесадовое по старому руслу реки Бельбек. Третий – совершенно новая дорога через Микензивы горы. В каждом проекте выделили основные недостатки. Председатель рабочей группы по контролю за соблюдением экологического законодательства Андрей Ситников начал свою речь в защиту проекта, предлагающего строительство новой трассы. Трасса обходит четыре населенных пункта, которые я уже называл. Трасса короче практически в два раза. Протяженность около 10 километров, предполагаемый вариант – более 18 километров. Не требуется принудительного отселения жителей села Верхнесадового. То есть это имеется в виду при реконструкции дороги. Трасса не пройдет вплотную к домам. Это вариант номер два – сады Бельбека. Водоохранная зона реки Бельбек не будет нарушена. Трасса не будет идти по старому руслу реки Бельбек, которая периодически заливается. Пройдет по живописному району, просекая в лесу рядом с Лын. Трасса будет дешевле. Нет дорогостоящих работ на участке рядом с горами. Получим новую дорогу, сохраним и реконструируем старую трассу. Тем самым разгрузим Севастополь. Сейчас видно, что есть некоторые проблемы. Сохраним сельское хозяйство в Верхнесадовом, Пироговке. Это по нашим подсчетам около 60 гектаров. Сохраним уникальный источник сероводородной воды в селе Верхнесадово. Прокладка новой трассы обойдется почти в полтора миллиарда рублей дешевле. Экологи утверждают, из-за того, что дорога будет на 14 километров короче, количество вредных выбросов сократится на 40 тысяч тонн в год. За новый проект высказался и Георгий Григорианц, автор генерального плана застройки и развития Севастополя украинского периода. Сейчас, когда возникает проблема Черченского моста, то, естественно, эта трасса должна быть федерального значения, и она ни в коем случае не должна проходить мимо населенных пунктов. Потому что, как только она идет мимо населенных пунктов, жители превращаются в аквариумных рыбок за этими шумозащитными стенами, бетонными, стеклянными. Они просто подопытные люди, которые будут считать, сколько им осталось еще там рядом кладбище как раз находится. Несмотря на очевидные преимущества третьего проекта, не все присутствующие решили его поддержать. Депутат законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов высказался в защиту первого проекта. Он считает, что необходимо сохранить лес, а трасса может остаться на старом месте. Сергей Краснослободцев, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. 12 июля Православный мир отметил День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По преданию, они приняли мученическую кончину за исповедание Христа. В храмах и соборах по традиции провели богослужения в честь равноапостольных Петра и Павла. Репортаж Анны Брачевой. День святых первоверховных апостолов Петра и Павла ежегодно отмечается 12 июля по новому стилю. Согласно преданию, именно в этот день они приняли мученическую кончину. Петр был распят на перевернутом кресте, а Павел обезглавлен. Первый апостол был самым приближенным учеником Христа. Он стал символом церковной иерархии. Второй же выступал за свободное христианство. Жил по духу Евангелия, а не по букве. Перед распятием, когда Христа взяли под стражу, Петр трижды отрекся от Господа, но позже раскаялся и искупил свою вину. После Пятидесятницы своей первой проповедью он обратил к вере 3000 человек. Его миссионерский путь сопровождался чудесами и исцелениями. К исповеданию христианства призывал и апостол Павел. Его путешествия и вместе с тем проповеди пролегали через Македонию и Грецию. Он основал христианские общины в городах Малой Азии. На праздничное богослужение в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла пришли сотни севастопольцев. Первоапостольные наши святые, которые делали все для того, чтобы истина православия восторжевновала. Поэтому мы с большим почтением относимся именно к этим апостолам. Я вообще живу в другой стране, прихожу сюда нечасто. Но я жила в Севастополе прежде. Я помню, когда это был не храм, и тогда было очень больно. И сейчас очень радостно, что он принадлежит людям и Богу. Насколько я знаю, это не такой, например, крупный христианский праздник, как Пасха или Рождество, но он, тем не менее, очень значимый. Он заменует собой конец Петровского поста. Ну и апостолы Пётр и Павел — это самые такие известные христианские апостолы. Так что, в общем, день довольно важный. И, кстати, у моего брата, младшего Петра, сегодня день рождения, его просто назвали, но как раз в честь апостола Петра. Божественная литургия в честь славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла состоялась и в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Службу провёл благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Каждый из нас сегодня, почитая святых апостолов, должен и в себе вожечь это апостольское делание. Вожечь, потому что каждый христианин есть апостол. Потому что каждый христианин есть человек, который способен и должен, подражая Христу, все истия Божьего на земле. При поддержке Свято-Климентовского монастыря в Инкермане Севастопольского благочиния и Государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес-Таврический открыли духовно-просветительскую выставку «Земля святого Климента». Экспозиция расположилась в храме Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Сегодня, мне кажется, каждый севастополец должен в сердце носить вот эту мысль о том, что священномученик Климент Римский первый небесный покровитель Руси. Просто если вдуматься в эти слова, это говорит о том многом, о той глубине, которую мы должны еще только сегодня с вами постигать. Севастополь, где на землю нашу ступила нога Андрея Первозванного, где просияли многие святые в своей славе, святые христианские. И, наверное, люди, которые делают это великое дело, создают такие выставки, поднимают эту память, доносят до нас. Где-то тоже на себе несут печать подвижничества. Но это, наверное, и есть тот самый севастопольский дух, которым это место всегда славилось. Выставка состоит из пяти экспозиций. На фотографиях показан крестный путь святого, его обители, вселенское почитание, древняя земля Херсонеса и Инкермана, а также духовное подвижничество, мученичество, обретение и перенесение мощей Климента Римского. Проект приурочен к 1155-летию обретения мощей апостола. В храме Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Владимирского собора в Херсонесе выставка продлится до 8 декабря. Анна Брачева, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. В девятом туре городского чемпионата по футболу завершился центральный матч команд Коралл Маф и Танго. Соревнования провели на стадионе двухсотлетия Севастополя в Загородней Балке. Со счетом 3-2 победу одержал второй клуб, действующий обладателем Суперкубка Севастополя. Сейчас ребята тренируются под руководством Геннадия Дзюбенко. Кроме того, на футбольном поле со счетом 2-1, соответственно, завершилась встреча футбольных клубов «Детонатор» и «Стрела». Высокую оценку судейской бригаде арбитров дал инспектор матча Алексей Челышев. Первый круг соревнований финиширует в конце июля. Впереди игра сборной Черноморского флота с футбольным клубом «Камо». на поле судак Никита. Ему 18 лет, но он уже отработал первый чемпионат Крымского футбольного союза. И сейчас, как видите, успешно работает на городском чемпионате. Также молодой парень, помощник судей, Симоненко Сережа. Так что молодежь в судейском корпусе занимает достойное место. И это хорошее пополнение нашим судьям. И о погоде на среду. По информации Гидрометцентра, 13 июля в Севастополе ясно и без осадков. Ветер в первой половине дня северо-восточный и западный до 3 метров в секунду. Во второй – северный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21 градус тепла, днем до 28. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова